Всем привет! Добро пожаловать на школу Roblox 2020. Этот урок я перезаписываю. Этот урок у нас будет про мост и кнопку. Нажимаете на кнопку, мост поворачивается. Но я также добавлю немножко информации про лифт, расскажу про мотор, расскажу про сервопривод. В общем, урок будет расширенным. Старый урок тем более не работает. Мне очень обидно, много приходит комментариев, что не работает, то не работает, это не работает. Это очень важный и интересный момент. Своей оппи можете начинать как раз с создания каких-то хитрых механизмов, которые будут двигаться, подниматься и так далее. В общем, на рабочем столе у меня находятся только парты. Детальки по-русски. Созданные с помощью вот этой кнопки. Цилиндр, шар, кнопочку я нажимаю и такие прямоугольнички наши, кирпичики. Так, вот смотрим. Так, что за вэлт? Вэлт это сварка. Смотрим, основа. Вот важный кирпич. На этой основе будет вращаться мост. Я его поднял пока вверх. Давайте добавим сюда моторчик. Ну, сначала не мотор, сначала добавляем соединение. Соединение будет цилиндрическое. Так, как это сделать? Вкладка модель. У меня, правда, маленького размера. У вас, возможно, эти constraints побольше размером. Так, вот эта кнопка показывать сварку. Вот эта кнопка показывать дополнительную информацию про наши всякие оси, моторчики и так далее. Так что нам нужно, пусть они открыты. А вот эта штука показывает, каким размером показывать все эти оси. Ну, сейчас добавим мотор и увидим. Так, обратите внимание, у вас, скорее всего, на вашем экране эта кнопка большого размера. Смотрите, если я экран начинаю увеличивать. Так. Ну, в данном случае уменьшаю. Видите, как кнопки уменьшились. Начинаю увеличивать и кнопки опять расшились. Так что зависит от того, какой масштаб, какое разрешение на вашем экранчике. Так, ну ладно. Добавлять будем цилиндрический. Поэтому нажимаем не сюда. Создание. Вот есть стрелочка вниз выпадающего. Видите, огромное количество типов соединений. Сегодня мы будем говорить про цилиндрическое соединение. ОК. У меня сразу мастер нашего Роблокса показывает, где у нас будет мотор находиться. Я могу по поверхностям двигать. Правой кнопкой могу поворачивать. Так. Ну, нам нужно, чтобы смотрела ось вверх. Кликаем примерно посередине. И теперь, видите, связь уже идет. Связь. Я зажимаю правую кнопку мыши. Или в тачпаде правой кнопкой. Поворачиваю и где-то ищу. Сейчас мы это управим. И нажимаю. Нажимаю на нашем мостике. Так. Ну, видно, что я немножко промазал. Зато, ну, как бы не по центру сделано. Смотрите. Зато у нас мы можем посмотреть, как работает вот этот пункт меню. Нажимаем 2х, 3х. Видите, все оси увеличиваются, чтобы вам легче было смотреть и двигать. Так. Итак, у меня, значит, одно соединение, где я первый раз кликнул, оно на основе. Вместе с цилиндрическим соединением автоматически создалось. Если что, можно эти соединения добавлять на любые детальки. С помощью плюсика и потом тачмента. Так. Если что-то не получилось, можете просто все удалить и заново. Заново нажать создать. Цилиндрическое соединение. Так. Здесь нормально, а вверху мне не нравится. Давайте вверху подвинем. Вот тачмент у меня выделен. Я на него кликнул. На него легко кликать, потому что я в 3 раза увеличил. Так. Добавляем був. Задвинем его. И давайте так. Еще как-то вот так. Чтоб оси почти совпадали. Но это не сильно важно для нашего теста. Теперь я выделяю мост и я его опущу ниже. Так что все секретное вы уже увидели, как это делать. Если бы я делал его вот в таком виде, то мы бы здесь мучились вот на таком расстоянии все это рассматривать. Так что лучше тоже поднимайте свои мостики. Так. У меня на мостике какая-то была подушечка. Вот я ее прикрепил. Так. Запускаем. По крайней мере мост должен стоять, не должен вращаться. Я на него должен встать и он не должен шататься. Я это игроками отсюда. Нормально. Так. И видно даже, что я с него спрыгнул и он повернулся. Окей. Давайте теперь поиграем с ним. Поиграем с параметром. Изучим, как все что работает. В Explorer выбираю основу, которая под мостиком. Выбираю цилиндрическое. Цилиндрик констраинт. Так. Вот его свойства. И давайте посмотрим, что можно сделать. Мы должны включить мотор. Вот. Видим вкладку цилиндр. И написано, что у нас актуатор угловой. Вот такая штучка, которая как бы может двигать нашу деталь. Стоит NUN. Никакой штуки нет. Давайте попробуем мотор поставим. У нас есть либо ничего NUN, либо мотор, либо серво. Давайте начнем с моторчика. Сразу какие-то еще вкладки, вкладки какие-то свойства появились. Так. Можно указать скорость, с какой двигаться. Пусть единичка будет. И вот есть такая штучка, называется Мотор Макс Торк. Это крутящий момент. Чем у нашего мотора больше этот крутящий момент, тем массивнее и детали с большой нагрузкой он может двигать. Давайте здесь большое число сразу видим. Так. Все у нас начало крутиться. Как же сделать так, чтобы... Так. Но если крутящий момент был бы у нас маленький, например, вы здесь единичку ввели, то видите, у нас останавливается. Потому что у нас деталь весит сколько-то килограмм, в кавычках. Наш игрок весит сколько-то килограмм. Можете поэкспериментировать. Тысяча. Таит момента. Ну вот. Поехали. Про эти весы, размеры, скорость и так далее, надо, наверное, делать отдельный урок. Что-то я про это говорил, но... Пока просто так. Можете подбирать во время запущенной игры. Ну и максимальное ускорение. Здесь написано инф. Здесь какое-то большое число стоит. Бесконечное ускорение. Мы ничего не трогаем. Вот мотор у нас движется. Теперь можем скорость менять. Давайте сделаем, чтобы он в другую сторону вращался. Минус один. Пишем. Так. У меня минус одиннадцать получилось. И он быстрее начал. Ну понятно, что это. Так. Скорость. Давайте сделаем. Минус один. Потихонечку замедлится. Отлично. Насколько в новом Роблоксе все стало проще. Вот крутящийся мотор. Крутящийся мост у нас есть. Если мы скоро сделаем ноль, то он у нас остановится. Так что вы догадались, какое свойство этого мостика, точнее нашего соединения цилиндрического, нужно менять из скрипта, чтобы он начинал крутиться влево, останавливался и начинал крутиться вправо. Так. Все это здорово. Ну давайте пока я здесь, давайте еще проверим серво. Мотор мы здесь оставим цилиндрический, а у нас есть еще слайдер. Что за слайдер? Слайд это сдвигать, наверное, знаете. Место слайда можно выбрать. Мотор не будем выбирать, давайте сразу серво познакомимся. Что такое серво? Если у вас были машинки какие-нибудь на радиоуправлении, то, скорее всего, вы сталкивались. Проверю. Да, отлично. Не пишется. Сталкивались с тем, что можно поворачивать колеса влево, вправо на определенный угол. То же самое у самолетов и так далее. Колеса не бесконечно вот так вот крутятся влево, вправо. А они поворачиваются на какой-то угол. Например, чтобы вы влево легонько повернули, можно на угол более сильный повернуть колеса. Тогда машина будет более круто поворачивать и так далее. Но самое главное, что когда мотор мы включаем, вы, наверное, видели моторчик, да? Мы включили моторчик, он просто вертится вокруг своей оси. А когда мы включаем сервопривод, сервомоторчик, он умеет поворачиваться на какой-то угол определенный. Или умеет двигаться, есть еще шаговые моторы, на какой-то угол поворачиваться за каждый импульс. Я не знаю, как это сказать, чтобы было понятнее. Вот примерно вот так вот движется при посылке каждой команды. А тут еще есть слайдер. Слайдер, ну вы, наверное, знаете, телескопическая антенна выдвигается или телескопическая... Что телескопическое у нас бывает еще? Указка учителя. Наверное, у вас всех электронные доски сейчас. Так, давайте лучше тогда посмотрим, как эта штучка работает. У слайдера двигатель будет серва. Так, давайте галку поставим. Лимиты. Разрешим лимиты. Появились еще одни свойства, которых не было. Ищем. Они не отсортированы. Так что здесь мы в слайдере серва включили. Теперь ищем. Вот. Так, 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 так. Вот лимиты для серва. Ловер лимит. Это значит, какой самая низкая пола... Начальная точка и конечная точка. Насколько можно выдвинуть или поднять наш моторчик. Давайте сделаем от 0 стадов до 50. Так, что за restitution? Что-то я не помню. Так, ну эластичность этих лимитов показывает. Давайте не будем заострять на этом время. Нас интересуют только два свойства. Нижний лимит. Насколько вниз можно опустить. И upper limit. Насколько вверх можно поднять. Ну видите, мы стоим на мостике. И ничего у нас не движется. Окей. Зато у нас есть target position. Это как раз на какую высоту выдвинуть тот слайдер. Давайте десятку напишем. Ничего не пошло. Так. Потому что мы не указали скорость. Ну давайте скорость укажем. Скорость здесь указывается в стадах в секунду. Значит, сколько этих пупырышков в секунду. Опять не пошло. Но помните, я вам показывал такая штучка, как крутящий момент. У нас не хватает мощности у моторчика. Давайте здесь опять у нашего слайдера. О! Мы потихоньку начали подниматься. И поднимаемся мы на 10 стадов. Так. Кто нам мешает сделать лифт из такой штуки? Никто не мешает. Так. А если мы сделаем, например, 20? А если мы скорость увеличим, например, 5? Так. Лифт уже движется. Отлично. Давайте на первый этаж его спустим. Пошел. Так. Можно мотор параллельно включить. Ну вы сами можете поэкспериментировать. И так. Все отлично работает. Мы можем, значит, сделать с помощью сервомотора. с помощью цилиндрического соединения поворачивать его вот так. Любое присоединенное к нему деталь поднимать вверх-вниз. Выдвигать точнее с помощью слайдера. Так. И нас еще интересует... Давайте сразу здесь, пока мы находимся. Актуатор угловой был у нас не мотор. Мы сделаем, а тоже сделаем серво. Все, что касается поворота вокруг оси, оно начинается со слова angular. Угловой. Так. Тоже ставим ограничим. Можно лимиты сделать. Насколько можно поворачивать влево и насколько можно поворачивать вправо наш мостик. На этом не заостряем внимания. Нас интересуют лимиты. Вот лимиты оказались недалеко. Появилась очередная порция свойств. Давайте пишем. Здесь можно от минус 180. Не бойтесь большое число напечатать. Вас исправят. Здесь можно только от минус 180 до 180. Если сложить эти два угла, ну точнее, можно сделать полный оборот вокруг своей оси. Так. Ну и как же теперь вращать наш... Как же теперь поворачивать наш тот лифтик, мостик. Ищем. Тоже свойства должны были появиться. Вот angular серво. Мы уже знаем, что нужно какую-то скорость указать. Момент нужно указать. Крутящий, очень большой. Иначе мы не сможем. Так, момент охватило. И target angle. Это значит, на какой угол повернуть. Желаемый угол. Вот ноль. Мы можем указать, например, минус 10. Повернулся. Понятно, на скорость поворота влияет и крутящий момент, и скорость. Так, минус 100. Самое маленькое здесь у нас значение меньше. Минус 180. И давайте самое максимальное 180. 180. Сделаем. Так. Ноль. 180. Почему он... Так, а давайте не 180, давайте 179. Так. Ладно, не буду ломать голову, потому что здесь в данном случае 180 и минус 180. Нам хватит для наших экспериментов. Так, 170. Ага, понятно. Так, наигрались. Но, заметьте, что все настройки нашего цилиндрического соединения я менял во время запущенного теста. Поэтому все стерлось. Поэтому мы сейчас должны опять добавить. Давайте, чтобы урок не увеличивать, я не буду делать лифт, который может, например, поднять человечка и высадить на этой ступеньке или вот на этой ступеньке. Давайте мы просто сейчас сделаем... Добавим в наш... Так, еще раз. Вот, смотрим. Так, нам нужна основа. На основу подключено цилиндрическое соединение. И вот теперь в свойствах мы должны выбрать активатор. Цилиндрический активатор. Цилиндр. Серва. Ну, кстати, можно не лимитировать. Ну, давайте пролимитируем. Минус 180. 180. Так. Не забудем скорость дать. Например, единица. Крутящий момент. Делаем очень большой. Так. Желаемый угол у нас 0. Давайте запустим. Сейчас мост не должен сам уже вращаться. Вот когда у меня не был включен сервопривод, помните, я мог человечком толкнуть. Так, ну вот. Ничего не толкается. Видимо, угол 0. Так. Ну и давайте посмотрим теперь скрипт, который я вам объясню. И на этом урок закончен. Так. Скрипт у меня находится вот в этой кнопке. Кнопка. В кнопку я добавил с помощью плюса клик детектор. Такую штучку. Она позволяет регистрировать различные события по нажатию. Но в данном случае я буду использовать клик мышкой. Так. Давайте посмотрим теперь скрипт. Скрипт очень маленький и простой. Я беру переменную мотор в ссылку до нашего соединения цилиндрического, чтобы потом им управлять. Видите, путь. Game, Workspace. Дальше основа нашего мостика и cylindrical constraint. Ок. Просто, чтобы много не писать. Мотор. Дальше у меня написана функция сделай что-нибудь. Не важно какое имя. Я в этой функции нашему мотору на самом деле это не мотор. Я просто назвал переменную так мотор. Нашему цилиндрическому соединению давайте посмотрим его свойства. Найдем свойства. Угол. Вот. Target Angle. По умолчанию у меня 0. Вот это положение это 0. Я прошу повернуться на 90 градусов. Значит, чтобы она перпендикулярно повернулась. Сейчас посмотрим, как это работает. И обратите внимание, во многих функциях раньше в Роблоксе и не только раньше. И сейчас углы задавались в радианах. А здесь мы угол задаем в градусах. Посмотрите, у меня уроки всякие про углы, про систему координат. Если не знаете, что такое поворот на угол. Поворот на угол на 90. Так что одну команду посылаем. Повернись на 90 градусов. Дальше. Script Painter. Script Parent. Клик детектор. Давайте посмотрим, к чему это относится. Где у меня находится скрипт? Вот здесь. Script Parent. Это родитель. Папка, в которой лежит скрипт. Так. Кнопка. Внутри кнопки находится клик детектор. Вот клик детектор пишем. И дальше в клик детекторе мы должны написать событие. Название события. Маус клик. Эта штука работает только с компьютера. Если игрок играет в клиенте Roblox на компьютере. Так. С маус клик произошло событие мышки. И мы к этому событию должны подключить с помощью функции Connect. Нашу функцию. Do something. Итак. Если кто-то мышкой кликнет по этому шару. То произойдет событие. Внутри клик детектора, которого мы в этом шаре. Шар называется кнопка. Наталька. Если вы еще не видели. Клик детектор имеет в себе событие. Маус клик. Если кто-то кликает. То присоединенная функция запускается. Давайте запустим. В принципе все. Я сейчас дублирую. Еще одну кнопочку сделаю рядом. Попробуем. Сделаем. Чтоб мост куда-то еще двигался. Сработало. Так. Ну давайте. Ладно. Я дублирую кнопку. Сделаем. Чтобы еще и лифт поднимался. Ctrl-C. Ctrl-V. Так. Давайте переименуем пульт 2. Чтобы не запутаться. Кнопка пусть так и называется. Давайте я у нее цвет немножко изменю. Желтый. Так. Идем в скрипт. Так. Ну до того как мы пойдем. Давайте мы еще разрешим слайдер. Мотор. Добавим в свойства нашего цифрического соединения. Мостика. Добавим еще мотор, который поднимается вверх и вниз. Так. Где-то у нас тут слайдер. Вот. Слайдер, актуатор. Собираем мотор. Тоже сервомотор. Давайте сразу настроим. Что тут у нас. Лимиты разрешим. Чтоб лифт в космос не улетал. Мы ему разрешаем. Так. Где они? Вверху где-то. Наверное есть. Вот. Допустим от нуля. В самом низу лифт. Подниматься можно до 50 стадов вверх. Окей. Теперь мы должны силу нашему мотору, который поднимает вверх, тоже поставить большую скорость. Ну давайте двоечка. 2 стада в секунду. И Target Position 0. Так что пусть он у нас вначале на нуле. А в эту кнопку, в эту кнопку, в скрипт, мы сейчас должны вот здесь не Target Angle, а Target Position. Если кто забыл как пишется, просто опять выбираем наш Cylindrical Constraint и смотрим, как у него называется свойство в Explorer. Потому что я тоже все запомнить не могу. Так. Ну 90 нельзя. Давайте сделаем 30. Хотя если мы укажем 90, мы же уже лимиты ограничили, что не выше 50. Указываем хоть 100, хоть 200, он все равно максимум до 50 поднимется. Ну пусть 30. Так. А, классно. Я придумал. Давайте в скрипте кнопки. Так, в скрипте кнопки. В первой кнопке зеленой я добавлю такую же штуку, но сделаю, чтобы лифт опускался вниз. А во вторую кнопку сделаю вот такую вот штуку. Чтобы он еще поворачивался на минус 90 в другую сторону. И давайте посмотрим. У нас будут две кнопки, которые мы можем управлять нашим мостиком. Кликаем на зеленую. Повернулся. Кликаем на желтую. Ну тут, конечно, с углами поворота хитрость. Кстати, если вы делаете лифты с помощью сервоприводов, они наиболее похожи на настоящие лифты из реальной жизни. Так, не дожидаемся. Нажимаем опять на зеленую кнопку. Он начинает снижаться и возвращается опять на свою начальную позицию. Опять нажимаем на желтую. Он опять туда пошел вверх. В общем, вы можете сделать таких кнопок сколько угодно. Отдельные кнопочки, которые поднимают вверх-вниз. Отдельные кнопки, которые выращивают влево-вправо. Можно, например, делать обе для группового прохождения. Например, два пути. В одном пути добегает игрок номер два. А в первом пути игрок стоит и ждет, пока второй игрок ему поможет, повернет мост. И вы потом вместе идете дальше и меняетесь ролями. Наоборот, первый помогает, управляет каким-то лифтом и так далее. Можно кучу всякого классного придумать. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Задаем вопросы в комментариях. Подписываемся, жмем колокольчик. Если какие-то заказы есть, тоже можно в комментариях. Шлем донаты, конечно, чтобы я не бросал запись уроков. На этом все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!